Ложитесь, суд идёт. Целый день в Абалонском суде столицы продолжаются слушания по делу о госизмене Виктора Януковича. Целый день пресса томится в ожидании обвинительного акта, который позволит начать рассмотрение дела по сути. Но судьям всё время что-то мешает. За процессом следит наш корреспондент Александр Васильченко. Он сейчас с нами на прямой связи. Узнаем от него все подробности. Саша, здравствуй. Объяснись, чем связаны эти проволочки. Добрый вечер, Наталья. Действующий запрос был направлен в ГПУ, однако генпрокурор на слушание так и не явился. Это право, которое я оголосил. Реализацию которого считал за потребность Юлия Луценко. Я считаю, что по такой край важной для общества справе он также должен быть лично присутствовать и представлять интересы обвинительного. Кроме того, адвокаты настаивают, что Янукович не получал повестку в суд. Поэтому в очередной раз требовали от суда сделать в заседании перерыв. Также защита в очередной раз требовала от прокуроров, чтобы они обратились в российский Минюст о международной правовой помощи, чтобы Янукович участвовал в слушаниях по видеосвязи. В свою очередь прокурора обвиняют адвокатов-беглеца в затягивании судебного процесса. Также адвокаты попросили суд вернуть обвинительный акт о государственной измене Януковича на доработку и потребовали убрать и сделать часть материалов. Сторона захиста вважает про отсутствие подставки обвинительного акта и справа, зазначенной в суде. И хочет оголосить клопотание про повернение обвинительного акта. Продолжение следует...